друзья знаете как бывает когда вы покупаете квартиру заходите в нее бетонные стены ничего нету вы думаете боже этот ремонт никогда не закончится если закончится только через 10 лет ну не тут то было как раз таки сейчас мы находимся в квартире которая буквально недавно закончили мы здесь носили все стены делали перепланировку делая ремонт по дизайн проекта и в итоге все счастливы и довольны и мы покажем как раз таки что мы здесь сделали и ремонт по факту оказался без ночных кошмаров без проблем только с улыбкой на лице поэтому погнали по комната по помещениям показать вам что здесь было сделано перепланировка это один из важных моментов которые вы должны обсуждать и к этому приходить до естественно самого ремонта потому что за счет перепланировки вы можете создать ваше пространство ваша комната таким образом что действительно все это используется по максимуму и с огромным удовольствием потому что если брать просто стандартные планировки и оставлять все как есть то конечно же большинство случаев они вам могут не подойти либо вы будете подстраиваться вот как раз таки в данном случае мы практически все стены сносили и делали глобальную большую перепланировку заказчик вместе с дизайнером продумывали детально что как сделать таким образом как поставить перегородки чтобы у нас образовалась здоровая кухня-гостина где вы можете устраивать вечеринки отдельная детская комната дальше у нас есть отдельный кабинет для заказчика где он в уюте может в изолированной зоне работать спокойно и никто ему не мешает дальше у нас есть проходная гардеробная которая достаточно тоже просторная вещи вы можете туда сложить то есть достаточно много места спальня и при ней отдельно душевая зона поэтому как раз таки за счет перепланировки грамотной грамотно составленной вы можете сделать идеальную свою квартиру с идеальными комнатами нужной вам площади нужными вам помещениями чтобы вам дальнейшем никто не мешал процессе ремонта особенно электрических стадиях работ мы всегда продумываем несколько сценариев освещения вы наверняка обратили внимание что во всех ремонтах особенно в наших особенно если это делается по дизайн проекту несколько зон освещения где-то как мы показывали в кабинете идет подсветка стены с помощью светодиодных лент где-то трековое освещение как здесь потом например в детской комнате у нас люстры и точные светильники но в детскую мы не будем заходить потому что все таки детская комната наступим на игрушки не хочется что-то сломать обязательный момент всегда рекомендуем когда вы подходите к этому вопросу делайте несколько зон освещения отдельно выключатели например вот даже здесь прихожая когда заходите у вас такая вот приятная подсветка от этих от этой брашки поэтому как раз таки вот именно несколько зон освещения когда вы можете включить очень ярко либо наоборот приглашенную романтическую обстановку поэтому не забывайте про этот момент обязательно продумайте досконально и будет вам счастье в этой квартире и так важный момент касаемо полов так как например в данном случае нас коридор достаточно здоровый то конечно же здесь мы сочетаем несколько видов отделки самого пола при входной зоне есть пятачок который облицован плиткой важный момент так мы же и питере все влажно много воды мы всегда рекомендуем делать там плитку плюс еще теплый пол чтобы подогрев вы пришли обувь сняли и обувь быстренько подсохла дальше как раз таки вопрос чем дальше облицовывать мы решили облицовывать кварц винилом который идет на всю площадь ваших ну комната не плавно перетекают то есть нет никаких порожков и например здесь данном случае как раз когда вы заходите ванну у нас все это идеально в один уровень обязательно нужно это вариант предусматривать когда вы делаете черновой пол стяжку наливной пол да и заливаете пол и обязательно нужно дать мастеру указания какой толщины у вас будет будущая плитка в ванной комнате какой у вас будет кварц винила чтобы он как раз таки на черновых работах на этой стадии залил пол и таким образом чтоб уже в идеале в результате у вас все это было в один уровень итак друзья начнем с кухни гостиная которая достаточно простая и мы сейчас покажем как она продумана до мелочей чтобы тоже себе это поменяли год зоне готовки у вас должно быть все расставлен таким образом чтобы вы могли максимально комфортно этим пользоваться и сейчас как раз кидом пару советов смотрите многие делают ну точнее как многие просто кто-то делает по факту ракину ставят на угол это категоричное нельзя делать потому что и так у вас образуется здесь пятачок готовки не большой здесь пятачок небольшой это совсем неудобно вам нужно по максимуму разделить чтоб у вас было больше пространства нет между раковиной и электроплитой как раз таки вот как здесь сейчас сделано у нас здесь стоит по максимумам раковина и у нас большое пространство как резки для места готовки для нашей хозяйки поэтому обязательно эти моменты учитывайте и делайте так, чтобы у вас действительно вот именно зона готовки была той длиной, да, тем пространством, чтобы вам было комфортно вот этим всем пользоваться. То же самое касается и шкафов, всех подвесных. Делайте так, чтобы вам было удобно этим пользоваться. А то бывает, что делают шкафы прямо в такую же глубину, как и верхняя. Конечно же, вы будете биться головой, но на самом деле сильно об этом не парьтесь, не беспокойтесь, потому что когда вы вызываете кухончиков, либо у вас работает дизайнер на объекте, она, как правило, все вот эти моменты предусмотрит и вам все подскажет. А вот, друзья, как раз-таки зона отдыха, где заказчики уже отдыхают и наслаждаются той самой пищей, которую приготовлены на своей идеальной кухне. И тут, конечно же, в зоне отдыха главное расставить правильное мебель, акцентировать на это внимание. Смотрите, как как раз-таки дизайнер продумал удобную, как раз удобный диван, акцентировать внимание на свет, то есть он нестандартный, неинтересный, привлекает внимание. Потом тоже самое, я очень часто говорю, делайте несколько зон света, как раз-таки, как это и здесь находится. Как раз-таки, видите, зона отдыха разделена вот такой вот зоной освещения, вот такие вот свисающие люстры. То есть там у нас основное трековое освещение на кухне и дальше у нас идут три люстра, которые разделяют как раз-таки зоны отдыха. И плюс, обратите внимание, тоже на этой стене интересный момент, сначала идет покраска, а потом вот такие вот панели под дерево как раз, которые разделяют тоже у нас будущее. Здесь поставить телевизор и тем самым выделяют ТВ-зону. Именно такие детали как раз-таки и создают уют в вашей квартире, поэтому не стоит пренебрегать этим и уделять больше внимания на эти вещи. Итак, друзья, сейчас мы попадаем в кабинет нашего заказчика и хочется сразу дать совет по цветам стен. Выбирайте более нейтральные цвета, например, белый, бежевый, серый. В данном случае она серая. Как раз-таки, такие цвета, они создают легкость, простор в вашем помещении и они максимально идеально подходят под разную вашу мебель. Дальше мы тоже очень часто рекомендуем, особенно если это ремонт по дизайн-проекту, сочетать несколько видов отделки стен. Например, в данном случае у нас тоже самое, эта стенка акцентируется и она выделяется вот такими якобы 3D-панелями. По факту это гипсовые панели, которые очень легко наносятся, монтируются и красятся под общий цвет стен. И дальше у нас идет ровная отделка стен под покраску и на этой части тоже самое акцентируется. Здесь обои широкоформатные, то есть, грубо говоря, один сплошной лист мы наклеиваем и обратите внимание, что с эффектом вот такие вот, как будто декоративная штукатурка. Смотрится очень эффектно, красиво и она идеально подходит под данную как раз таки стилистику и под данный именно цвет всех стен. Всегда, когда вы подходите именно к отделке стен, лучше, конечно же, посмотреть стили каталоги, которые даже мы предлагаем, например, посмотреть несколько видео, которые именно акцентируют внимание на именно отделке стен, чтобы вы понимали, как это правильно сочетать между собой. Но если вдруг вы не понимаете, либо у вас есть несколько идей, но вы не знаете, как это правильно все сочетать между собой, лучше напишите нам там слово замер, дизайн и наши дизайн с вами созвонятся и все ваши мысли с головы вытащат и сделают так, чтобы это идеально как раз таки уже мастера реализовали на югу. Итак, друзья, сейчас мы окажемся в спальне и кстати, так как мы сделали полную перепланировку сносили практически все стены и делали так, как это нужно заказчиком с нужной перепланировкой, была возможность сделать дверь, которая выезжает в стену, поэтому выглядит это очень прям круто, стены мне прям очень лично нравится находимся в спальне так как это спальня, как раз таки зона где нужно гораздо больше уюта комфорта, так как вы здесь спите, то как раз таки дизайнеры вместе с заказчиком продумали цвета, которые как раз таки успокаивают и расслабляют. Также сама кровать, при кроватной тумбочке, видите, мягкие тона которые создают комфорт и расслабляющее такое вот отношение ко всему этому, поэтому это прям важные моменты, которые вы должны заранее продумывать с дизайнером, либо сами чтобы у меня в спальне была такая расслабляющая обстановка вот как раз таки по поводу освещения здесь у нас есть выключатели, которые включают бражки по краям кровати во-первых, уютно, вы можете выключить основной свет и засыпать под это освещение уже такое мягкое, плюс оно необходимо, когда вы ложитесь, почитали книжку и потом спокойно выключаете и еще у нас есть второй выключатель который включает по этой стороне эту стенку освещает светодиодная лента, как раз как это я и покрасил в кабинете у заказчика. То же самое как я говорил раньше, делайте в идеале несколько зон освещения, которые вы будете между собой комбинировать потому что это действительно создаёт уют, комфорт и это стильно А сейчас мы покажем ремонт в современном и стильном помещении, где у нас соединена ванная и санузел потому что здесь как раз таки находятся все приборы, все принадлежности которые необходимы для жизни сейчас мы как раз таки покажем как это всё здесь сочетали таким образом, чтобы действительно не мешало друг другу и при этом было красиво и стильно и так вот этот угол рассмотрим здесь у нас находится инсталляция короче все помещается на самом деле и ничего не мешает друг другу вот первое это инсталляция скрытые конечно же помещается гигиенический душ которым очень удобно пользоваться и вы не бьетесь там коленями что часто бывает дальше у нас коллективная разводка тоже самое находится за скрытыми дверьми тоже самое к ним большой доступ и в случае чего вы можете легко этим воспользоваться дальше есть место у нас для стиральной машины и сушильной машины все это видите находится друг на друге помещается все идеально все это не мешает нам и плюс самое главное тоже самое здесь заказчики предусмотрели место для накопительного бойлера он тут здоровый всем как раз таки хватит и видите идеально все помещается как раз таки для него есть место нашли и поэтому мы его здесь и смонтировали поэтому в случае отключения воды заказчикам не страшно вода горячая всегда будет особенно это важно если у вас есть маленький ребенок для которого эти вещи как раз таки важны вот так друзья как раз таки можно превратить пустую квартиру без ничего в идеальный дом своей мечты главное подойти к этому с умом в идеале с дизайн проектом и с нужной вам командой которая все это реализует таким образом чтобы вы действительно кайфанули от данного ремонта но самое главное конечно же не откладывайте ваш дом мечты ждет вас поэтому не забывайте пора начинать ремонт с либрен ну и чтобы начать этот самый ремонт переходите по ссылке пишите нам в комментариях звоните оставляйте заявку и мы сделаем такой же крутой стильный ремонт в комментариях